Недельное чтение было у нас деяние с 24 по 28 главу. И это те события, когда раб Шауль, он попадает в заключение и его пытаются приговорить, охлеветать. И в итоге он просит суда императора и его отправят в Рим. И в этом путешествии, как многие знают, произошло событие, когда начался сильный шторм. И когда их корабль носил уже много дней, и не осталось ни малейшего у них уже шанса, что они останутся живы. И в том числе, когда начался сильный шторм, произошло особенное событие, с 22 стиха. Кара Машумио-дмиухад, אנחנו курим в Масе Иштихим 27, 27 глава, 22 стих. Раф Шауль обратился к экипажу корабля. И сказали, что Шауль поднялся к экипажу корабля. Он сказал. И сказал им так. Теперь же, убеждаю вас, ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Он сказал. Он сказал, что ни одна душа из вас не погибнет. Он сказал, что ни одна душа из вас не погибнет. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. И сказал, не бойся, Павел, тебе должно представить перед Кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. И сказал, что ты, Шауль, и ты должен стоять перед Кесарем. И Иллюзима, который принадлежит тебе все семьи, которые были с тобой вместе. И сказал, ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И Иллюзима. И сказал, что вы ответили, и продолжайте добиться. Потому что я уверен к Иллюзиму. Я вижу здесь два ключевых момента. Я вижу здесь два ключевых момента. Когда Он сказал, Он сказал, ангел сказал Рафаул Шаулю, Бог даровал тебе плывущих с тобою. И второй момент, Он сказал, что Иллюзима, Он говорит, что Он дарил мне от жизни на всех людей, от всех людей, которые были в Иллюзиме, ты их имел. И второй момент, Я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И что я уверен к Иллюзиму, я уверен к Иллюзиму, в том числе, мне сказано. На корабле тогда плыло 276 человек. И 275 из них были в руках Павла. И от него зависело, будут они живы или нет. А именно от того, верит ли Он Богу, что будет так или нет. Я думаю, что даже если бы Он не верил, раз у Бога был план для него, что Он предстанет пред Кесарем. И в любом случае, возможно так же, как была история с Йоной, он бы все равно попал в Рим. Но благодаря тому, что Он верил то, что Ему сказал Бог, но благодаря тому, что Он верил то, что Ему сказал Бог, спаслось еще 275 человек. И от нашего выбора, возможно, эта история была с Равом Шаулем. Но от нашего выбора зависит, возможно, спасется кто-то сегодня или нет, останется жив или нет. И это происходит каждый день. И ключевым тут является вера. Верим ли мы, что Бог что-то сделает в нашей жизни? Но откуда взяться вере? Но откуда мы можем иметь имуны? В послании в Римлянам, 10 главе 17, в Игеретеля Ромим, 10, 17, говорится, Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Что это вообще значит? Что это значит? Что имуна нехносит внутри нас мишмия или крыя Двора Адонаи? Я думаю, что это означает, что мы должны углубляться в Слово. И чем больше мы углубляемся, тем больше мы понимаем, что это Слово дает. Но мы должны понимать, что Слово Божье, оно ничего не сделает в нашей жизни, если мы его не применяем. Но мы также должны понять, что Двора Адонаи это как инструкция. И если мы не идем на эту инструкцию, то ничего не укрывается. Часто, когда приходят в нашу жизнь проблемы, от этого наша вера зависит, чем мы начинаем питать нашу веру, когда приходят проблемы. В Меухаде мы можем понять, что мы используем в инструкции в Дворе Адонаи, что бьет нехносим лихайейну, а если мы уменьшим эту имуна Ашелану в том, что это значит, то мы дадим имуна Ашелану для пользы. Допустим, как пример, мы шли, упали, разбили ногу, коленку. И первое, что происходит, это приходит лукавый и начинает нам рассказывать правду. Он говорит правду, в кавычках, говорит, ну скажи, болит же. И потом начинает, а давай подумаем, что может быть, а возможно там что-то серьезное. И мы начинаем говорить, да болит, действительно болит. да болит, да болит, да болит, да болит. Мы начинаем, он говорит, а давай посмотрим в интернете, какие симптомы, может у тебя что-то серьезное поразить. в данном случае, да болит, да болит. есть, мы можем сказать, что раны, что ранами иешуа мы исцелены. Мы можем надеяться, что в пиццах Масхиах мы не распадали. в Божьем Слове есть более 40, минимум 40 мест, которые можно использовать для исцеления. И важно говорить правильные вещи, которые мы читаем, и в Меокнах, есть много других проблем и в том числе проблемы с финансами у многих есть но в послании евреев говорится в послании коринфянам говорится что он в силах одарить вас всякими дарами в избытке и тогда у вас всегда есть все необходимое и еще в избытке хватит на любое доброе дело. Коринфянам говорится, что Иллюхи мала в брахошь и он готов к нам и дать нам на землю. У нас однажды была в семье ситуация, когда нам очень хотелось и надо было поехать в Крым, мы тогда жили в Беларуси. Там был христианский фестиваль и очень важно нам было на нем присутствовать. Но у нас было 14 долларов всего лишь. А нужно было полторы тысячи. И нужно понимать, мы тогда уже понимали, что вообще истинное процветание оно в даянии. И мы решили, что несмотря на то, что это последние 14 долларов, мы кому-нибудь пожертвуем. Как только мы приняли это решение, на следующий день у нас уже стало 140 долларов. Но это было все равно мало и мы тоже решили, что мы все равно, раз есть 140, то мы все и остались. Это очень долгая и интересная история, но в конечном итоге мы съездили до самого Крыма и вернулись обратно. И это было все путешествие до вечера. И верия Богу и верия истинам, которые мы происходим. Верия Богу и верия истинам, которые мы происходим. Мы должны понимать, что возможно каждый день Бог дарует в наши руки людей, фирму, в которой мы работаем, чтобы она не разорилась, родственников. Мы должны понимать, что каждый день, я хочу очень много, что вы понимаете, что каждый день мы должны понять, что мы получаем, что мы получаем в этот день, может быть, люди с близкими, может быть, семья, может быть, с близкими. Это люди, которые Иллюхи дарит нам в этот день. Но из-за того, что у нас есть вверх голодный, мы постоянно теряем. Но из-за того, что эмоция у нас всегда не успокает, потому что мы не умеем ее, мы используем эту издаменность для того, чтобы уничтожить людей вокруг него. В Евреям 11 главе 6 стихе говорится, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Него воздают». Мы должны понимать, что нам нужна вера, чтобы исполнять то предназначение, которое мы имеем. Но трудно верить, когда твоё мышление, оно не обновлено. Но это очень сложно, в целом, чтобы уничтожить в отношениях с эмоцией с моего уничтожением, чем уничтожением. И мы научились в этой системе. Мы родились в этот мир, мы увеличились с этими упражнениями, и мы не знаем что-то другого. А надо менять мышление, обновлять и... И принимать Божье мышление, которое есть в его условиях. Мы можем обновлять мышление, углубляясь в Слово. И если мы приходим к Двору Иоанна, то это будет уничтожить у нас возможность для уничтожения, и для уничтожения, и для уничтожения, и для уничтожения. Через это мы можем его путь, его思ление, его волю и плант, что мы называем Двору Иоанна, то мы изучаем обновление Иоанна, и изучаем как он делает, и тогда мы можем перегружать в его категории. И через это мы узнаем больше о нем. Невозможно обновить мышление, не зная того, кто является Создателем. Но когда мы начинаем применять слово, мы начинаем возрастать в вере. Но в самом деле это не только чтобы уничтожить, и уничтожить, и уничтожить, мы должны это также для того, что мы занимаемся над Двору Иоанна. Особенно когда мы начинаем видеть ее результаты. то этот пункт не DUA отменивать усиливания и когда мы видим то, она реально погибает. В Иоанна 8 Главе 31-32 стих говорится, Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истина Моим ченики, и познайте Истину, и Истина сделает вас свободным. Желаю вам познать Истину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!